Дорогие мастера, всем здравствуйте! Сегодня с вами я, Татьяна Ташута, и у нас полезное видео. Это топ-5 ошибок лэшмейкера и как их избежать. Что нужно делать для того, чтобы у вас работа была максимально качественная? Ошибки очень заешены. То есть это ошибки, которые допускают все мастера, и даже иногда бывают мастера-профессионалы. Давайте мы сейчас с вами их проговорим и потом найдем выход из этой ситуации и как их откорректировать. Итак, первая ошибка это постановка и направление. Часто мастера ставят ресницы искусственную на натуральную в хаотичном положении. То есть куда поставила, куда прилипла ресница, в том направлении она и стоит. Это неправильно. Убираем эту ошибку. Следующее это склейки. Склейки мы допускаем всегда, когда берем слишком большое количество клея. То есть неправильно используем клей. Этот ресурс мы должны использовать очень грамотно. Стараться делать микрокапсулы, набирать его в небольшом количестве. То есть склейки мы сейчас с вами тоже разберем в более детально этот пункт. У нас их не должно быть. Далее, лень дорабатывать пучок. Это что касается объемов. Я почему выделила именно для себя эти топ 5 ошибок? Потому что ко мне девочки часто приходят на курсы. Я вижу как они работают и что у нас самая наболевшая и проблемная такая тема. Далее, отслойки. Неправильная позиция ручки. Зачастую это бывает то, когда вы проходите базовые курсы и вам не проговаривают достаточно правильно, как поставить ручку, как владеть пинцетом, какой должен быть угол наклона и вообще вот как подобрать для себя пинцет. Поэтому часто эта ошибка от слоги, она берет начало именно из базового курса, когда вы где-то делаете это все самостоятельно, либо прошли его некорректно. Итак, и последнее это отступ. Отступ будет влиять на многое. Он будет влиять на то, что у вас неравномерная ровная ресничная линия. Он будет также влиять на направление, будут наклоняться ресницы, либо наоборот будут торчать вверх, если вы слишком будете ставить близко к коже. Отступ должен быть идеальный. Итак, 5 ошибок мы для вас выделили. Давайте теперь мы с вами проговорим, как их откорректировать. Итак, первое, постановка и направление. Здесь бы мне хотелось выделить очень большое внимание тому, что вы ставите, ну вот куда поставили, туда мы и поставили. На самом деле в наращивании есть несколько техник. Зачастую мы используем технику в замок, это те, кто работают в ручной технике. Сейчас я вам говорю больше о объемном наращивании. То есть техника в замок часто используется ручниками. В таком варианте у вас получается красивая выкладка, если вы постоянно работаете в этой технике. Следующее, постановка и красивое направление у ленточники. Можно легко создать с помощью техники наброса. То есть это распространенная техника, потому что там формируется определенно своя ножка. Как вы знаете, у ручников ножка чаще всего формируется вот таким вот, либо пирамидкой, либо формируется цветочком. Это самая такая распространенная позиция ножки. В то время, как у ленточной техники ножка формируется и превращается вот в такую более плоскую. Так вот, если вы работаете в ручной технике, должны были обратить внимание, что у вас именно такая ножка. И тогда мы используем крепление, которое называется замок. Если же вы работаете в технике ленточной, то чаще всего вы будете работать с методом наброса. Нельзя использовать одну и вторую технику в одном и том же наращивании. То есть, если вы выбрали для себя технику в замок, вы постоянно работаете одной техникой с одним углом наклона. И только тогда у вас получится красивая постановка ресниц. На самом деле техник существует очень много. Они имеют различные названия. Я для вас сейчас выделила самые распространенные. Это ручная техника в замок и ленточная техника методом наброса. Далее. То есть, вы здесь для себя отметьте, мы эту ошибочку с вами устранили. Но вы для себя отметьте, что самое важное, это следить за углом наклона, чтобы пучки все были в одну сторону и работать в одной лишь технике. Не комбинировать разные техники между собой. Следующее. Это склейки. Это неправильная работа с клеем. Это неправильно подобранная плотность искусственной ресницы к натуральной. Вот эти две частые такие ошибки, они влияют на то, что у вас очень много склеек. Итак, первое. Когда у нас слишком большая густота ресниц, и мы берем плотность искусственных ресниц, либо плотность для объема слишком большую, к примеру, мы взяли 3D с плотностью 0,10, у нас получается, что ширина ножки пучка намного больше, и самой вот этой вытянутой ножки намного больше, чем плотность нашей натуральной ресницы. От этого получается много сцепок, потому что ресничкам становится тесно. И как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, у вас все равно из-за того, что грубый пучок, либо если это классика, у вас слишком толстая ресница, свои ресницы посажены слишком густо, им мало пространства. То есть вы должны для себя запомнить и выделить такое правило. Чем гуще ресница, тем тоньше мы берем искусственную ресницу, либо мы берем меньше объем. Если к вам пришел клиент очень большими густыми ресницами, и вы не можете ему сделать мега самые большие меха, потому что ваша задача порекомендовать ему сделать, например, Голливуд, чтобы пространство и ножка пучка не занимало слишком много объема возле натуральной ресницы. Далее, первое, это то, что я вам сказала, когда ресничкам тесно, да, и второе на склейки влияет, это какую капсулу клея вы формируете. При наборе на ресничку клея у нас образуются небольшие капельки. Это если мы работаем в классике. То есть здесь вы должны видеть невооруженным глазом эту микро-маленькую каплю. Их может быть до трех штучек на нашей реснице. Если у вас образовывается уже больше трех капель, то это много. Их может быть две-три штучки микро-капли. Этого будет достаточно для того, чтобы у вас произошла хорошая качественная сцепка. Это что касается классики. Относительно объема. Там немного другие правила. Так как мы формируем пучок. И у нас между ресничками набирается побольше количества клея, ножка становится немного объемной. И тут тоже очень важно будет, в какой технике для себя вы выберете работать. Если вы берете меха слишком большие, я всегда всем своим ученикам рекомендую технику в замок. Если же вы берете меньший объем, к примеру, вы можете работать с помощью метода наброса. Потому что я вам могу сказать, что максимальные мега до 20 ресниц, некоторые мастера даже говорят, что они делают больше. Это только ручная техника. Но я все-таки приветствую не более 20 ресниц, потому что как бы вы ни крутили, но физически даже в ресницах плотностью 0,03, либо 0,01, очень сложно сделать тонкую ножку, так как вы уже физически с ленты снимаете очень объемную прядь. Как бы вы ее ни крутили, это уже такой приличный кусочек полотна из ресниц. Поэтому если мы будем работать техникой замок, мы сделаем эту ножку более скрученной. Таким образом мы вроде визуально ее сделаем тоньше, но ресницы от этого никуда не денутся. Клей еще стянет их, и ножка станет еще более деликатной. Но тут важно правильно применить технику, потому что техника замок всегда будет пространство между ресницами оставлять немного больше. В то время, когда вы работаете с небольшим объемом, то есть запоминайте, чтобы избежать склеек. Вам нужно научиться правильно работать с клеем, и правильно подбирать плотность искусственной ресницы к натуральной. Это одни из самых важных правил. Эта ошибка тоже у нас будет исключена. Далее, лень дорабатывать пучок. Если вы хотите, чтобы ваше наращивание было очень красивым, немного нужно заморочиться, нужно уделить время. Если вы смотрели мои старые видео, почему я работала когда-то на заготовках? Потому что, когда ты только начинаешь создавать, вот вроде смотришь видео, но все так просто, все так элементарно. Взял эти три реснички, и быстро сделал пучок, и поставил. Но у начинающих, например, мастеров, так быстро не получается. Если бы у меня не было такого огромного опыта при работе с учениками, возможно, я бы сейчас выдвинула другую версию. Но я вам могу сказать, что начинающие мастера, вам необходимо практиковать и очень много работать, очень много работать с отработкой пучков. То есть не в то время, даже когда вы работаете на модели, а просто берем и отрабатываем. До тех пор, пока наш пучок не станет идеальным. Когда у вас, например, первая, вторая, третья и четвертая ресница между собой не будут абсолютно в равных расстояниях. То есть между первой и второй ресницей у нас, к примеру, должно быть расстояние в полмиллиметра, может быть, даже в один миллиметр. Между второй и третьей тогда такое же расстояние. Как соблюдать это расстояние? Существует очень много методов. Можно помогать себе с помощью пинцетов. Девочкам на курсе я иногда говорю, что можно себе делать насечки, в зоне которой будет находиться постоянно пучок. Если вам интересна эта информация, то я всегда жду вас на курсе, вы можете к нам приходить, и я с вами поделюсь, как это делать намного проще и без заморочек. Но вы должны знать, чтобы убрать эту ошибку и ваша работа была очень качественной, необходимо убрать свою лень и дорабатывать пучок до идеала, доводить его до очень красивой геометрии. Тогда ваша ошибка будет устранена. Следующее. Это отслойки. Это очень важно, когда вы приходите на базовый курс, чтобы ваш преподаватель поставил вам правильно руку. Часто я обращаю внимание, когда девочки приходят уже на объемы, они неправильно держат пинцеты. То есть кто как, кто сильно зажимает, кто неправильно позицию удерживает, кто расстояние от пинцета берет слишком близко, либо наоборот очень далеко. То есть вот это все вам обязан тренер откорректировать в то время, когда вы приходите на базовый курс. Поэтому, чтобы избежать от слоя, выбираем правильное положение руки, правильный угол наклона, учимся работать корректно с пинцетом, и тогда у вас не будет этой проблемы. Итак, от слойки убираем, благодаря тому, что мы внимательно слушаем базовые курсы, впитываем в себя все как губка, и учимся правильной постановке руки. Далее, отступ. Это самое, наверное, из самых примитивных ошибок, потому что, если вы даже все делаете из этих пунктов хорошо и правильно, но отступ не соблюдаете, у вас никогда не будет красивая работа. Если вы думаете, что, к примеру, давайте возьмем вот глазик, у нас небольшой, и мы на внутренней части поставили большой отступ, здесь мы поставили ближе отступ, внешний угол тоже большой отступ. Почему я нарисовала именно так? Потому что именно так часто выполняют работу мастера. У внутренней части вот так вот глазика отступ больше. Средняя часть у нас умеренный и правильный, к примеру, отступ, и внешний угол у нас, клиент открывает глаза, и ресницы провисают, потому что вы делаете слишком большой отступ. А внешний угол, это тот угол, который быстрее всего отрастает, он очень активный у нас на самом деле. Поэтому, если вы откорректируете, и что у нас еще получается? Если вы сделали, что у вас отступ хромает везде, у вас и в итоге вот такое кривое получится наращивание. В то время, если вы берете и делаете при наращивании равномерный красивый отступ, у вас и ресничная линия также будет ровной. Но с учетом того, что вы сделали красивую постановку, у вас нет склеек, вы доработали пучок, у вас нет отслоек, вот только тогда отступ корректный будет срабатывать вместе с этими всеми позициями выше. Я надеюсь, что сегодня у нас такое было небольшое, маленькое с вами видео, но это топ самых распространенных пяти ошибок лэшмейкера, после чего ваша работа выглядит некачественной. Доработайте каждый из этих пунктов. Я вам с удовольствием в этом помогу, если вы придете к нам на курсы. Поэтому всех приглашаю в свою школу-студию. Мы всегда стараемся поддерживать для вас полезный контент. Проводим бесплатные вебинары. У нас в ближайшее время состоится 8 числа бесплатный вебинар. Это как подобрать для себя материалы и как ускорить время работы. Если кому-то интересно, пишите в нашу инстаграм-страницу. Внизу под видео все контакты есть. И до скорой встречи. Стоп, стоп, стоп. У нас остался один листочек. Если мы с вами научимся делать корректный, красивый отпуск, а он зависит у нас от того, насколько у нас отработано зрение. Часто у начинающих мастеров отступ вы хотите, либо не хотите, но он немного будет хромать. Почему он хромает? У нас могут от волнения немножко трястись ручки. Мы можем не попадать в ту позицию, куда нам бы хотелось. У нас не так корректно еще настроено зрение. И мы где-то, когда ставим ресничку, тоже не попали куда нужно. Не попали куда нужно. Еще часто бывает, когда вы поставили ресницу, чуть-чуть пинцетом ее подстянули, либо поставили слишком близко к коже. Мы тоже нарушили отступ. Это обычно, конечно, ошибка начинающих мастеров. Чем больше у вас опыта, чем больше у вас практики, тем скорее ваш отступ станет идеальным. Только не нужно лениться, потому что наша профессия, она очень скурпулезная. К ней надо так кропотливо подходить. Возможно, вы должны быть даже очень усидчивыми и любить эту профессию. В то время, когда вы ее полюбите, вы сможете устранить все эти недостатки. Поэтому отступ корректирует наш опыт. Но опыт приходит только для тех, кто настойчиво над этим работает. Всем пока-пока и до скорых встреч в новых видео.